Сегодня на заседании правительства внесены изменения в бюджет области на этот год. Они подготовлены в связи с тем, что область получила 150,5 миллионов рублей с федерального бюджета. Большая часть этих средств пойдет на переселение из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, выросли собственные налоговые и неналоговые доходы по сравнению с первоначальным планом. Мы остаемся в числе лидеров привозного федерального округа, да и не только привозного федерального округа, по росту собственных доходов. Напоминаем, что эту тенденцию нам удается сохранять уже на протяжении последних минимум 5 лет, а это очень-очень непросто. Собственные дополнительные доходы стали значительно выше. Они составили 560 миллионов рублей. В первую очередь деньги направят на нужды образования. В проекте закона попали завершение строительства школы Вышеевки, детского сада в Барыши. Проведение ремонта в Барышской школе номер 2 и Димитровградской школе номер 10. Замена окон в детских садах города-атомщиков. Также дополнительные средства пойдут на ремонт системы ЖКХ и дорог, на поддержку местных инициатив и здравоохранения. В целом доходная часть бюджета увеличивается на 735 миллионов и бюджет области становится 60 миллиардов. При этом расходы увеличиваются на 785 миллионов рублей и составляют 59,7 миллиарда рублей. Кроме того, по итогам первого квартала в бюджете области образовалась экономия средств в размере 312 миллионов рублей. Эти деньги направят в здравоохранение, на олигарственное обеспечение, ремонт учреждений и подготовку к топительному сезону. Кроме того, значительная часть пойдет на поддержку сельского хозяйства. Правительство утвердило все изменения. Теперь их предстоит рассмотреть депутатам законодательного собрания. Заседание областного парламента состоится 22 мая. Егор Титов, Юрий Ломатов, новости дня Ульяновской правды.